Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет и вместе с вами мы продолжаем изучать священную книгу «Деяния», «Деяния святых апостолов». И мы уже коснулись первых гонений, которые постигают Церковь Христова и видим, как все начинает так вот непросто складываться. С одной стороны, Святой Дух помогает, и такие явные знамения, чудеса, и вот говорение на языках, там, исцеление безнадежно больных. С другой стороны, человеческое самовласть должно проявиться, то есть Господь не лишает злодеев личной свободной воли, поэтому эту волю злую они выплескивают, и возникают вот такие трудные испытания, так что мы уже читали, как убиен был первомучник Стефан, но вот это гонение, вот эти погромы, стихийные погромы, начавшиеся в Иерусалиме, они привели к тому, что христиане начинают рассеиваться по разным местам и несут туда проповедь о Христе. И слышали мы про диакона Филиппа, который проповедовал и таким немножко чудесным образом обращает высокопоставленного вельможу, приехавшего из Эфиопии, и потом ангел Господень восхищает Филиппа, и уже он, да, его, потом он уже идет в Кесарию, и вот мы читаем девятую главу. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Вот посмотрите, у Савла у него такое стратегическое мышление, почему он выпрашивает письма у первосвященника, чтобы идти в Дамаск, да, недостаточный Иерусалим, он понимает, что, ну да, вот здесь первые христиане, они тут, конечно, апостолы, но он понимает, что надо, так сказать, вот смотреть вперед, то, что христианство уже пытается распространяться по окрестностям, пытается утверждаться в отдаленных культурных центрах, и поэтому он пытается вот заранее как бы поставить некие преграды и хочет идти именно в Дамаск, чтобы уже как бы вот эти стратегические пределы распространению христианства положить. Но вот, к слову, впоследствии вот именно это стратегическое мышление, оно помогло Савлу как будущему апостолу Павлу, потому что он впоследствии именно и не стал тоже зацикливаться вот только на территории Иудеи, он идет с проповедью по всему миру, практически, ну, по Средиземноморью ходит, проповедует. И да, вот само имя Савл мы не упоминали. Имя Савл на самом деле это имя Саул. Шауль по-древнееврейски это имя первого царя израильского из колена Вениаминова. И, кстати, Саул, будущий апостол Павел, он ведь тоже происходил из колена Вениаминова, и есть такое предположение, что именно в честь вот этого царя Саула его и назвали. А Савл – это эллинизированная форма имени Саул. То есть, Шауль, ну, мы говорим Саул, оно как бы перефразивалось в Савл, да? Ну, бывает так вот, имена там, скажем, Иван, Иоанн, если попроще, то говоря там Ваня или Иоганн где-то. То есть, в человеческом языке имена приобретают различные звучания, хотя мы понимаем, что это одно и то же имя. И вот то же самое с Савлом. И сейчас он такой страшный злодей, причем он буквально, сказано, дышит угрозами. То есть, вот эта фанатичная злоба против христианства, она для него как воздух. Он не может этим надышаться, он не удовлетворяется гонением в Иерусалиме и спрашивает письма и направляется в Дамаск к синагогам. То есть, Дамаск-то это ведь далеко к северу, немножко к северо-западу от Иерусалима. Это сирийские территории, то есть, там жили иудеи-расеяне. И там было много синагог. По подсчетам в Дамаске, как в таком тоже культурном центре, находилась многотысячная иудейская диаспора, и поэтому синагог было много. И по всему Средиземноморью, вот где не находились только иудеи, у них были синагоги, но все эти синагоги все равно подчинялись Синедриону. И поэтому, имея вот эти заверительные документы, предписания некие, он мог быть принят в любой синагоге, Савл, и в любых местах он мог хватать христиан, потому что христиане в то время тоже еще появлялись в синагогах и тоже в синагогах пытались проповедовать. Но что из этого вышло? То есть, он пытается уловлять христиан, однако сам оказывается уловлен Господом Иисусом Христом. Читаем. То есть, вот представим, что Савл, погруженный в свои злые намерения, вместе с вооруженными людьми, идет, шествует, уже приближается к Дамаску, и вдруг нечто такое необычное. То, к чему никак не был предрасположен Савл. И надо сказать, что вот это видение, явление Господа Савлу, оно, конечно, не было, скажем, итогом, ну, скажем так, вот его внутренних каких-то колебаний. Когда, допустим, какой-то человек, вот он колеблется, он уже, будучи иудеем, изучает христианскую веру и думает, а вдруг и правда вот Христос, это обетованный Мессия, и у него колебания, и вот тут некое видение укрепляет его. Но у Савла ничего подобного не было, то есть он фанатичный, был приверженник строгого такого иудаизма, он фундаменталист, он готов уничтожать всех, кто расходится с традиционным иудаизмом, как это ему кажется. И тут вдруг вот это вот явление, оно полностью его обескураживает, потому что в каком-то смысле он внутренне к этому не готов, и что мы видим? Что он даже, сейчас мы прочитаем об этом, что он ослеп от этого, но вначале что? Интересно, что вот прежде всего, что Господь ему обращается. Да, Господь является как свет, и если сравнить с последующими вот свидетельствами о этом явлении, является сам Господь Иисус Христос вот в сиянии света, и он обращается савл-савл. В библейской традиции удвоение имени означает благоволение Божие, то есть Господь, обращаясь к нему и удваивая имя как бы савл-савл, проявляет некое благоволение к нему. При этом в слове Господа что мы здесь слышим? Что ты гонишь меня? Но ведь гнали кого? Гнали христиан. А ведь церковь – это тело Христово, и поэтому гонения, которые обращаются против церкви Христово, как тело Христово, они в каком-то смысле обращаются против самого Христа, и Спаситель воспринимает это как вот на свой счет, да, то есть когда гонят его учеников, когда гонят, убивают, причиняют мучения христианам, то Спаситель все это видит и принимает это вот на свой счет и говорит, вот что же ты гонишь именно меня? И происходит вот этот диалог, сам вот действительно не понимает, а кто же это? То есть он обескуражен, и он спрашивает, кто ты, Господи? То есть ему еще, наверное, не было, конечно же, ну, совершенно точно не было приоткрыто, что Бог – это Святая Троица, не только Бог – Отец, но Сын и Святой Дух, и вот тут и Господь напрямую говорит, я Иисус, которого ты гонишь, то есть я воплотившийся Сын Божий, который пострадал за людей, воскрес из мертвых, и вот теперь ты гонишь меня в лице моих учеников. И фраза «трудно тебе идти против вражна» – ну, это была такая пословица, употреблявшаяся у простого народа, что невозможно противостоять тому, что все равно сокрушит твою слабую человеческую силу. Как бы ни был ты вооружен, да, какие бы у тебя не были предписания от первого священника, какой бы власть у тебя не снабдили, ты все равно не сможешь противостоять моей божественной силе. И Савву, тут происходит вот нечто такое неописуемое, непонятное, может быть, нам. Он, конечно же, уже в трепете, он понимает, что допустил роковую ошибку, и спрашивает, что же мне делать, и, значит, вот то, что мы читали дальше, да, и люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видят. То есть в каком-то смысле это божественное явление, вот это теофания, как говорим мы в библейской традиции, теофания, богоявления, оно затронуло и сопровождавших его людей. Но из дальнейших описаний мы что выясняем? То, что они услышали некий голос, но не могли разобрать точно слов. Вот как в Евангелии Теанна, когда сам Христос, это уже в конце евангельской истории, он обращается, говорит, к Богу Отцу обращается, «Отче, прославь имя Твое!» И с неба пришел голос, и прославил, и еще прославлю. И кто-то из народа посчитал, что это гром, а кто-то говорит, что это ангел обращался к нему. То есть по-разному, в зависимости от духовного уровня человека. И то же самое здесь, эти люди, они не могли понять, что именно говорит вот этот небесный голос, однако слышали нечто необычное. «Саввл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел». То есть он ослеп. Бывает так, что человек, если долгое время пребывает в темноте, и вот выходит к яркому свету, и этот свет ослепляет его. Вот в каком-то смысле символическое было это ослепление, потому что Саввл действительно пребывал в духовной темноте, в забвении Господа Иисуса Христа, воплотившегося Сына Божия. И как только он соприкасается действительно с Богом, а Бог есть свет, он теряет зрение. Происходит вот это ослепление. И повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Конечно, за эти три дня он каялся пред Господом, и его покаяние сопровождалось вот этим строгим воздержанием. Он не ел и не пил. Но в каком-то смысле это и от нервного потрясения. Такое необычное видение было дано. Он понимает, что невольно, невольно, он-то думал, что он служит Богу, преследуя христиан, а оказался Богопротивником. И, видимо, будучи причастен вот к этому пролитию крови христианской, он, конечно же, испытывал такое нервное потрясение серьезное. И что же дальше? Вот он в Дамаске, в такой полной немощи. В Дамаске был один ученик именем Анани. Вот это наименование ученик, ученики, ученица в первые веки, даже не то, что в первые, а в первые годы после вознесения Господа, это все относилось к христианам. Это было само наименование христиан, ученик, то есть ученик Христов по имени Анания. И из преданий известно, что он был епископом города Дамаска и отличался такими благодатными дарами от Бога, даром прозорливости и прочими. И вот читаем. «И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я, Господи, откликается. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла». То есть дается такие четкие указания, потому что номеров домов не было, а вот эта вот прямая улица, ну, даже сейчас вот по преданию она сохранилась, она действительно отличалась большей прямотой, в отличие от других кривых улиц. И там жил некий вот Иуда в одном из домов, и вот по этим таким вот указаниям можно было отыскать. И а кого отыскать? Тарсянина, то есть Савл, он родом был из города Тарса. А отсюда мы также что извлекаем? Что Савл, хоть он такой вот ревностный иудей, но на самом деле он принадлежал к иудеям рассеяния. Он родился в Тарсике-Ликийском, город эллинистической культуры, поэтому Савл обладал действительно таким высоким образованием. Он получил и греческое образование, но в то же время он был образован, обучаясь у известного законоучителя Гамалиила. Значит, вот Господь говорит Анане, вот в доме Тарсянина обретешь такого-то человека, вот по имени Савла, он теперь молится. Вот смотрите, как Господь устраивает сам Господь все это и открывает. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. То есть вот это в тот же самый момент, когда Господь обращается к этому Анане, он в это же самое время, Господь дает видение Савлу, что вот этот Анания является к нему, возлагает на него руки, и после этого он только сможет прозреть, когда он придет. И Савла, конечно же, ожидал уже пришествия Анании. Ну, а сам Анания как реагирует? Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым твой в Иерусалиме». Святыми назывались тоже христиане, то есть как люди всецело посвященные Господу, не только посвященные, но и освященные, освященные благодатью Духа Святого. Значит, да, вот Савл столько делал зла, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое. То есть Анания по-человечески, конечно, остерегается, потому что Савл уже заслужил такую дурную репутацию, и о нем распространялась молва, и он еще не дошел до Дамаска, а уже весть о нем распространилась, что он придет туда и будет хватать христиан. Но Господь сказал ему, Анании, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Вот очень интересные слова Божии, и тут есть такие, конечно, ключевые фразы, которые приоткрывают вообще то, что относится к апостолу Павлу, что «он есть мой избранный сосуд», то есть вот как драгоценное миро, которое имеет само по себе ценность, однако же оно должно храниться в каком-то вот соответствующем сосуде. Ну, если не хранить сосуде, да, оно будет растекаться, где-то вот как надолго и там оно не сохранится, где-то вот растечется и все. И нужно некое вместилище. Это вот, конечно, символическое такое указание, что каждый человек, каждый человек, он призван быть, конечно же, обителью и сосудом для благодати Духа Святаго, но также избираются особые проповедники, которые, получая от Господа вот особые дары, проповедуют, вот как тут сказано, «будет возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевы». Причем интересно, что вначале народы, а не цари, да, то есть важнее может быть даже действительно народы, а не цари, потому что если только царь будет распространять религиозную веру, а народ не хочет, ничего не получится, и, может быть, иногда лучше даже начинать с низов, и, в общем-то, апостолы так и начинали. Но там еще вот, если брать греческий текст, народы, это имеется в виду, конечно, языческие народы, и вот и царями, да, и сынами Израилевы, то есть в самом конце упоминаются представители богоизбранного народа, и действительно, в общем-то, Павел, сейчас он еще Саввел, он и стал именно таким проповедником, что больше проповедовал он языческим народам, а израильтянам как-то вот не очень складывалось у него, не очень клеилось, израильтяне его не любили за то, что он вначале был такой ревностный, гонитель христиан, и вдруг стал таким вот искренним приверженцем. Так, и вот он, значит, избранный сосуд, да, и здесь ведь, братья и сестры, в чем уникальность? В чем уникальность? В том, что, вот помните, когда избирался апостол на место Иуда отпадшего, то там выдвигались некие требования, каким должен быть кандидат в апостол, вот тот, что был вместе, вот с нами, говорят апостолы, и слышал Господа Иисуса, начиная с крещения Иоаннова, да, и был свидетелем воскресения Христова и вплоть до дня Вознесения Господя, то есть был свидетелем основных событий из жизни Господа. А Павел никак не подходит под эти критерии, Саввел не подходит. Но ведь на самом деле всех апостолов избирает сам Христос, сам Господь, и тех двенадцать апостолов, как читаем мы в Евангелии от Марка, по-моему, там сказано, и избрал, кого сам хотел, то есть буквально вот призвал по имени, и здесь ведь именно сам Господь в этом особом явлении, в сиянии света незреченной, именно Господь призывает и избирает Савва, то есть на самом деле все то же самое, как и при выборе тех же двенадцати апостолов, за тем лишь исключением, что там он во время земной жизни, а здесь он уже после воскресения и Вознесения избирается у апостола. И это означает, что вот церковь Христова, она не просто вот в апостольский век, она и дальше движима Духом Святым, руководима самим Спасителем, и Господь на протяжении веков будет избирать, избирает таких своих особых служителей, которые, вот как тоже избранные сосуды, возвещают имя Христово перед народами, царями, сынами Израилевыми, и мы знаем святых равнопостольных, да, и тех, кто вот просто были благовестники, проповедники. А фразы «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя моё», ну, это как бы, учитывая такой человеческий фактор вот этого самого Анании, то, что он как бы ссылается, что ведь он же очень многих преследует, как же можно вроде его избирать? А Спаситель отвечает, что он сам столько вот претерпит за имя моё, что ты вот не должен обижаться. Да, он гнал, он причинял боль, но сам он претерпит намного больше боли, исповедуя имя моё. И Анания, конечно же, прислушался, Анания пошёл и вошёл в дом, то есть, находит этот дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути», то есть, получается, Анания, это было открыто, «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, к которым ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился». Вот очень интересно, что когда про крещение говорится, то практически вот не описывается, как же именно совершалось вот это ченопоследование. Многие литургисты, они были бы, конечно, очень рады, если бы чуть подробнее это описывалось, но пишут евангелисты Лука, для них это было как некая известная практика, поэтому подробно они не описывали. Из книги «Дидохи» мы читаем, что это, конечно, совершалось именно водою, троекратное погружение, в некоторых случаях, в исключительных, конечно, возлияние воды на главу крещаемого, и обязательно упоминалось строечные формулы, «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», ну, «во имя Отца, аминь и Сынами и Святаго Духа», аминь, как сейчас мы произносим. Причем крестить надо было в воде живой, то есть в воде, не застоявшейся той, которая символизирует собой жизнь, а жизнь подается от Духа Святаго. И вот наступает исцеление чудесное Савла, как бы чешуя отпадает от глаз его, как будто какие-то коросты, и он прозревает, да, он прозревает телесно, но он прозревает и духовно. Теперь он христианин, и вот, значит, после крещения, да, возвращаются к нему душевные силы телесные, он принимает пищу, укрепляется, то есть как бы стабилизируется его состояние. «И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий». И все слышавшие дивились, да вот, ну, представьте себе, что Савл берет вот эти письма от первосвященников, чтобы идти в синагоги, там всех настраивать на борьбу против христиан и хватать. И вот он приходит с этими письмами, и вместо того, чтобы организовывать такое вот, устраивать такое упорядоченное гонение, систематическое гонение на Христе, он вдруг в этих синагогах начинает говорить, «А вы знаете, Иисус Христос — это и есть истинный Мессия, Сын Божий, поэтому мы должны обязательно принимать веру в Него». И начинает от Писания аргументировать. Подробно не описывается его проповедь, но вы представьте, какой шок был у этих иудеев, который видит самого основного своего, идеолога вот этих гонений, скажем так, на христиан, и вдруг он такой искренний исповедник теперь веры Христовой. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих ими сие, да и сюда затем пришел, чтобы взять их и вести к первосвященникам. «А Саввл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». Вот, конечно, феномен апостольства именно в том, что человек, вот будучи призван, он сразу начинает проповедовать, да. Он не идет учиться в какие-то там институты, семинарии, а вот дан ему этот дар, и он проповедует уже. И, может быть, поначалу проповеди были его еще не очень такие твердые, выверенные, да. Но мы читаем, что он, Саввл, более и более укреплялся, то есть с каждой беседой, с каждым выступлением в синагоге он обретал нужный опыт, приводил еще больше свидетельств из Ветхого Завета, и иудеи оказывались в замешательстве. Ну, а к чему это могло привести, если они сами не становятся верующие? То есть итог этого понятен. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. То есть, ну, чтобы положить конец, нет человека и проблемы нет. То есть начал слишком проповедовать, ну, сейчас просто вот устраним его и все, на этом все заглохнет. Но Саввл узнал об этом умысли их. То есть кто-то сообщил ему, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Все древние города, они имели только одни ворота в городе. То есть вот крепостная стена, она, ну, могли быть, конечно, потайны еще ворота, но все они очень, так вот, охранялись достаточно строго, и пройти незамеченным было невозможно. И поэтому у ворот города Дамаска стояли вот эти киллеры, желавшие убить Павла. И, значит, вот стерегут день и ночь. И тогда как быть? Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Вот так вот пришлось Саввлу бежать из города Дамаск. И на что хочется обратить внимание, что вот когда Господь даже дает такое вот благодатное подкрепление людям, и вот он явно являет себя свет, да, тут некие знамени, он ослепляет, теряет зрение, потом, значит, он прозревает благодаря святому вот этому епископу Дамаска Анании, но все равно Господь своей вот чудесной силой старается не вот вмешиваться слишком кардинально, чтобы человеческая история проходила некий естественный процесс. Поэтому вот этим убийцам дозволялось находиться у ворот, и тогда сподвижники Саввла, они предпринимают такое тоже человеческое действие. Ночью, когда освещения практически нет, на корзине спускают через стену, ну, там в стенах были тоже некие вот помещения, и кто-то вот жил в этих стенах, и через окошко можно было спустить в корзине, спрятавшись там в Саввла. Вот так он спасся. Что после этого? Саввл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. И вот это, знаете, такая скорбная участь вообще апостола Павла, то, что он как бы, вроде бы он для всех свой, но в то же время он как бы чужой среди своих, да. Он поначалу был своим среди чужих, да, ну, только поначалу, а среди своих он чужой, и получается, там его гонят, а здесь его не принимают. Боятся, думают, может быть, какая-то хитрость, может быть, он просто прикрывается именем христианина. И тогда что? Тогда находится его старый приятель, еще по, согласно преданию, по школе Гамалиила, вот они вместе учились, и это Варнава. И Варнава первый обратился ко Христу. Мы уже встречали его имя. И вот Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. То есть Саввел не мог засвидетельствовать о себе, и вот Варнава буквально за руку его приводит, говорит, вот он этот бывший гонитель, но посмотрите, что произошло-то. Господь сам явился ему в неизреченном свете и призвал его. И Саввел смиренно стоит, кротко слушает все это, а Варнава про него рассказывает, о его видении, о том, что было, и в Дамаске он смело проповедовал. И тогда, да, его начали принимать. «И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса». Собственно говоря, вот апостолы, упомянутые здесь, скорее всего, это, конечно, кто? Это апостол Петр. Это Иаков, брат Господень. Да, впоследствии Павел как раз про них и писал, и не очень долго, что там он, ну, какие-то считанные дни вместе с ними пребывал. Ну, так, а дальше читаем, говорил также и состязался с эллинистами. Почему с эллинистами? Кто такие эллинисты? Это иудеи, проникнутые эллинской культурой. И Саввел, будучи сам выходцем из Тарса Киликиского, тоже был, по сути, эллинистом. Поэтому он понимал тех и знал, на каком языке с ними разговаривать. Но какой тоже результат? А они покушались убить его. То есть и просто иудеи, и эллинисты его хотели убить. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. В общем, на родину его. Ну, через Кесарию. Кесарии как центры, через которые пути пролегали. «Церкви же по всей Иудее, Галилея и Самарии, были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножались». И вот здесь неожиданно упоминается, что церкви христианские были в покое. То есть, видимо, гонение, которое вспыхнуло после убиения Стефана, первомученика, оно немножко стало затихать, тем более на фоне вот этого обращения Савва. То есть, главный идеолог этого гонения, тот, кто хотел более организованно его направить, он становится христианином. Гонение идёт таким образом на спад. Ну, может быть, где-то отдельные какие-то случаи. И поэтому при утешении Святого Духа церкви умножаются. И дальше, когда Савва, получается, он отправился к себе на родину, мы вновь читаем про апостола Петра. «Случилось, что Пётр, обходя всех, пришёл и к святым, живущим в Лиде». Оказывается, апостол Пётр и вообще апостолы, они не просто основывали общины, они регулярно их обходили. Нужно было личное общение, поддерживать, решать какие-то трудные вопросы, недоуменные вопросы. Нужна личная беседа. Тут ведь, да, вот что ещё отмечу, ведь это то время, когда Священное Писание ещё не было написано. Понимаете? То есть, это ведь считанные года. Ну, да, вот когда про Савву, его обращение, там высчитываются, где-то 36-37 года по Рождестве Христовым, примерно это, то есть считанные года. Да, и, конечно, Евангелия ещё не были записаны, и апостольских посланий ещё тоже не было, поэтому нужно было постоянно такое устное слово, чтобы в памяти учеников всё время прояснять учение Христова, да, и в устной форме передавались заповеди Христова, его притчи, события его жизни, и апостолы обходили христиан, в частности, посещает он тех, кто живут в городе Лидде, это на запад от Иерусалима. Там нашёл он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели, в расслаблении, то есть парализован, восемь лет, ну, не сказано, христианин он или иудей, но, судя по имени, вообще у него эллинское имя, Эней — это греческое имя, и, возможно, тоже как бы коленистом, эллинизированным иудеем. Причём этот Эней, он ни о чём не просит, и даже не просит, чтобы его исцелить, но иногда, может быть, кому-то из людей, ну, ради немощи человеческой, нужно чудо, как предварительный такой вот толчок, то, что тебя сподвигнет, заставит задуматься и, может быть, обратиться к Богу. И вот Пётр сказал ему, «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал, и видели его все живущие в Лиде и в Сароне, ближайшие места, которые и обратились к Господу. Да, то есть такое тоже уникальное чудо, что вот этот парализованный, он даже не просит, не спрашивает, можешь ли ты меня исцелить, а уже исцеляется. Он исцеляется, но при этом как? Не говорит Пётр, «Я тебя исцеляю». Это не какая-то экстрасенсорная, там, мистическая, магическая сила, а это именно благодать Иисуса Христа, именно Христос через апостола, как своего верного ученика, исцеляет этого человека. И, конечно, такие случаи, они становились известны, и к Петру в итоге начинают обращаться как к человеку, ну, действительно, через которого Бог творит великие чудеса, и вот в этой связи читаем дальше. «В Апии находилась одна ученица именем Тавифа», что значит «серна». «Серна» — это буквально перевод имени Тавифа, и это вот у восточных народов таким именем называли «лист женского пола», потому что «серна» считается как бы таким грациозным животным и выражает некую какую-то красоту, и поэтому иногда называли «серны» вот так же, как мужское имя, допустим, «лев» вот у нас, как «царь зверей», то есть нечто такое мужественное, сильное, крепкое, и вот то же самое и там. «И Апия» — это город Яфа. Про Тавифу что мы еще знаем? Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. То есть этот человек был с открытой душой, с искренней верой, с искренним сердцем, и она постоянно делала добро для других. Вот очень редко можно встретить, но все-таки можно встретить таких людей, и, как правило, они всегда сохраняются в сердце, очень такая добрая, теплая память. Если с ними что-то вдруг случилось, то все переживают, все таким людям сострадают. Что произошло, значит, в том случае? Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Какая-то болезнь неизвестная, вот она почила. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иапии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Тем более они наверняка слышали про это чудо, исцеление Энея, и наверняка они надеялись, что Петр поможет, хотя ситуация казалась безнадежной. Человек уже умер. Тело почившее лежит в горнице. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Возможно, что она сама была вдовицей такой благочестивой, потому что здесь упоминаются другие вдовицы, которым она постоянно благотворила, шила рубашки, платья, дарила их. То есть такой человек, который не для себя, а все для других. Ну и, видимо, были такие возможности у нее. Вот попутно сразу что отмечу, что получается так, что вот когда мы делаем кому-то добро, то эти люди потом способны нас вымолить у Бога. То есть вот если там заболели мы, или что-то случилось, на краю мы смерти находимся. Но если мы кому-то делали добро, то эти люди буквально могут нас вымолить, вот как вот эти вдовицы и все остальные, которые упрашивают Петра относительно почившей тавифы. И молитва их, их просьбы исполнились. Петр выслал всех вон, ну для того, чтобы никто, конечно, не отвлекал, не мешал. То есть нужна была такая очень усиленная молитва, чтобы ничто не отвлекало, и обратиться вот сердечно ко Господу. И, преклонив колени, помолился, и обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Вот такое удивительное чудо, чудо воскрешения, то есть Господь воскресший дает эту благодатную силу своим ученикам, чтобы по их молитве воскресали мертвые. Но, повторю, что, конечно, во многом здесь что выручило? То, что, во-первых, сама эта женщина, она была глубоко благочестива, она благотворила, и о ней ходатайствовали, и молились. И вот это вот может быть в каком-то смысле соборная молитва, соборные просьбы. Хотя Петр находился один, но другие-то переживали своим сердцем, и Господь все это видел. Вот это соборное моление, сопереживание, оно и обернулось чудом воскрешения. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем девятую главу до такой положительной ноти, ноти воскресения. И в следующий раз будем, если Господь позволит, читать десятую главу книги Деяния. Храни вас Господь! Всего вам доброго!